сегодня настроение не сильно классная я блин сегодня весь такой в пути в дороге не успевал из-за этого замело еще я что переносил тебе переносил тренировку сейчас такой еще на взводе так что сегодня буду на вас отыгрываться хорошо так мы сделали короче уже получается 4 подхода до 30 40 45 50 да 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 все значит сейчас делаем рабочий прошлый раз мы жали 60 да я короче что было на самом деле 60 они думают что так тяжело было да и смотри ты сейчас у нас на дефиците поэтому вес в принципе не повышаем делаем 60 пятерочка терочки 60 все теперь это будет у нас рабочий давай делаем да да делаем но сегодня пополнения в команде да с нами еще дима он стоит на его не видно он спрятался давай горизонтально больше энергии давай 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 вот дыши да вот и еще разочек давай давай дима дима жмет на 60 до у себя в зале жмем а ты не спеши вдохнул выдохну воля энергии сколько погнали где могуша это я не кушаю все четко так не спеши не спеши не спеши медленно вот еще разочек составе видимо у нас в натура худо короче так получилось что мы захимичились давай пока снимем мы сюда еще вернемся чуть позже короче знали мы анализы сдали мы анализы по анализам анализе взял короче все по анализам порядке сейчас их приложу тут там печень почки мы проверили в принципе все внутренние органы единственный вопрос у нас по пролактину по пролактину короче у игоря ну непонятно то ли за стресса то ли из-за аденома гипофиза мы в любом случае препараты добавляем гормон роста никого не будем добавлять что там ничего не провоцировать пролактин мы снизим капергалин мы выпили таблеточку да конечно состояние потом херовое было ну вообще как ты чувствуешь себя на фарме вот стал спайдерменом не знаю есть там что-то они за три дня нечего на минуту для прям бык такой даже волосы побелели мы короче потихоньку что будет давать я думаю на я не знаю блин мне все спрашивают сами типа я сел на курс а чё типа ну чё чувствовать должен вообще блин это ж не наркотики ты не можешь ничего чувствовать а гормон у тебя гормоны изменились то есть чтоб почувствовать действительно гормоны ты должен от реально выложиться потом ты почувствуешь ну как-то быстрее восстанавливаешься потом почувствуешь пам то есть по сути если ни хера не делаешь что ты ни хера не чувствуешь и ничего не происходит только здоровье уходит только чувствую голод это сейчас на дефиците налетом да ничего не ел нас два банана сейчас бахну да да в 11 часов съели 2 маран вот решили два банана бахну перетяновка потому что не такая я решил короче их немного развалить сейчас мы сделали грудь теперь мы пойдем пошли сделаем спину тягу верхнего блока вообще делал ну этим перед собой ну да как типа 5 все подтягиваешься ну раз 56 сделаем что-то совсем мало ну мы подтягиваться будем ты же не против возьмем сейчас а ты потеряешься вы короче два брата да ну ты короче форме пока не планируешь или планируешь но позже ну желательно конечно давай покажешь как ты делаешь просто вот я пока ничего не буду делать типа ничего не будут как я делал раньше просто я посмотрю да делает так как ты привык а как ты обычно пришел на тренировку что ты обычно делаешь а я потому что какие-то корректировки несу если они будут нужны а 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 и пока хватит а пока я сделает дима дима до болезня забыла дима мы пока с игорем поговорим вот смотри классическая ошибка не ты делай ты ничего пока пока буду рассказать смотри видишь как трос ходит он идет короче немножко под углом надо чтоб трос шел тупо прямо не отклоняться да ты в принципе делаешь ну чуть-чуть лучше театр рост нужно по полчасти есть чуть чуть ближе будет и в принципе следующий момент ты дышишь неправильно ты опускаешь и поднимаешь выдыхаешь ну короче смотрите надо когда опускаю выдыхаю да на усилий получается выдохнул потом смотри следующий момент нужно будет немножко наверно подвинуть то что видишь и у него коленки чуть-чуть выше может сделать и максимально поближе подсесть чтобы ты был прямо над ней хватит сколько ты уже сделал психанул давай чуть-чуть поднимем чуть-чуть поднимем садись сейчас я буду уже корректировать так не упер и упрусь к ногами высоко не ближе нормально и чуть дальше вот тогда голову немножко назад руки задача до груди под подбородок чуть-чуть отклоняешься назад до локти чуть-чуть уходит вперед чуть-чуть совсем вот и просто должен идти вниз понял здесь движение так и рывка и вот этого не должно быть рывок у тебя потому что не 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 расслабляем верхней точке вот все остановился теперь вниз до чуть-чуть локти вперед да делай да вот и постоянно должна быть спина напряжена вот четко то есть верхней точке ты не собрались да вот перчатки надо еще немножко наверно микрофон подвинуть что ты его развалишь все пока не выкладывайся сильно нам надо мы пока я только разминаемся ты сейчас забьешься раньше время сейчас дима сделает перевесишь пока микрофон но мне это уже тяжело этот вес тяжело да так тебе немножко локти вперед да и самая главная фишка вот вообще как мы напрягаем широчайший даже должно быть движение в плечевом суставе то есть по сути мы делаем не руками отделом за счет того что мы поднимаем плечи вверх и их опускаем понял то есть как бы движение идет у так поэтому и зафиксировал как бы вот вставил знаешь вставил крылья поднял не распрямил плечи вверх и вот это движение плечами вниз вверх здесь плечи локти никогда вот так и не делали чуть-чуть вперед локти надо надо чем ты назад локти да ты снимаешь нагрузку широчайший то есть не локти не надо прям вперед должен просто чтобы не делал ты вот так понял не вот так вот так плохо сделать должен чуть-чуть вот так и получается что у тебя идет ровный есть она отклоняется ты уже смещаешь нагрузку локти уводишь и смещаешь нагрузку делаешь уже другие мышцы за счет рук в основном так сколько ты сделал прошлый раз я не считал давай все повышаем максимально подсел вперед поясницу прогнул максимально грудь вперед до ходят плечи вверх и да не снимаешь нагрузку до локти чуть-чуть вперед все хватит я слушать не будем сделаем еще такой нормально вообще в целом по ощущениям смотрел тут на дефиците ты ж ничего не ешь получается силы все равно какие то есть да не ну конечно пошел у нас там тестостерон до тестостерон андролон балдинон винстрол тримболон вся аптека винстрол стонозолол туринобол чем мы только чем мы только не укалывались да если усмотрели он уже четко делает да вы просто когда в зале делали мы на что так вот типа назад от от недели назад это не можно делать назад типа если ты прям прям занимаешься со спасакукоцким он тебе расскажет как правильно читать но мы сейчас стараемся максимально включить в работу широчайший просто тех правильно правильно делая да это уже потом когда ты уже супер большие веса берешь как-то может сорвать как-то мертвую точку можно делать небольшой рывок когда вес очень большой понял что просто хотя бы знаешь рывок нужен для того чтоб сверху с мертвой точки вот с этой ты не можешь потянуть немножко вставил знаешь положение стал в рабочие и работаешь пока нельзя ничего делать поэтому показывать не буду с этим же да думаю надо повысить повысить что маленький вес давай сколько тут ну это ж не 40 даже дели на 2 ладно да чуть не сделать что ли сделай ну так это вальчит я верю сегодня буду отыгрываться максимально погнал давай еще три маленьких не расслабляй маленьких смысле в пол амплитуды в пол шляпки так что дима делает смотри мы в принципе размялись уже смотрите верены нам надо сделать плечи то есть мы пока что пока ты вот это у тебя дефицит пока ты включаешься в работу понял мы тебя ведем по натуральной схеме то есть вот это это натуральная схема мы не переживаем ся мы делаем в круговом таком стиле то есть мы сейчас вот размялись знаешь и пока уходим сейчас был ходить по кругу что просто минимизировать катаболизм так на смотрю диме мы повесили он трясется давай давай все стать погнали тогда сделаем плечи смотри движение не отсюда движение отсюда до подбородка поднял ширина смотри чем шире тем больше включается средняя дельта чему же тем больше включать спереди это будем работать где-то в среднем где-то так чтоб угол был видишь 90 ну так будет максимально физиологически тебе комфортно исходное положение до подбородка или до носа вверх пробуй наверно высоковато будет сильно не спеши не спеши тут точно также ты вдохнул выдохнул вдохнул выдох мы никуда не спешим задача почувствовать мышцы но как во время выполнения или сейчас бы мнение этого время выполнить давай тогда пошли сделаем другой базовое упражнение ну проще прошел самым просто то же самое да просто с гантелями тут не будет такой ломающей нагрузки давай возьмем с маленького веса а там будем пробирать но возьми этот же везете да мы сейчас пока просто технику посмотрим все равно пока разминаемся это чувствуешь плеч до локти чуть вперед вот так на вперед уже устал сделать дима будем повышать вес да ну да так с количеством она у ну забивает нет болевого у тебя чувствую но там хуже бы там типа ты чувствуешь какой-то боль в плече во время подъемов ну так неприятно лишь у тебя получается на верхних жимах значит у тебя какая-то проблема мы в принципе можем верхние жимы исключить давай тогда мы сделаем не жимы жимы пока мы тогда оставим мы пока просто смотреть мы сейчас вот это делаем мы пока тебя тестируем узнаем потому что я тебя как бы ну я твои мышцы не чувствую и мы сейчас попробовали то попробуй то лишь какая-то боль значит ну лучше нам я давай тогда это все что вот так вот делать то он нормально давай тогда сделаем махи да вот но будем делать наверное а это я делал или это не плечи верю плечи но мы сделаем махи давай тоже бери вес какой-то небольшой одновременно двумя руками слишком высоко поднимать не нужно до сюда и рывка нету никакого пустил поднял давай пробовать ты не против что этот мы будем сейчас под игре все подстраивать просто ты за нами ходишь так этот наклоняться надо или ровно но чуть ли весь там не наклоняться не надо да ровно движение происходит за счет локтя не за счет рук давай буду тебе показать и будешь стараться повторить смотри вижу тебя рука чуть-чуть согнута ты немножко распрями то есть почти ровно и но не ровно и понял вот поднимаешь локоть вверх вот эту часть руки ты вообще не чувствуешь понял она просто как бы зафиксирована за счет локтя все равно стараешься руками делать то есть у тебя вот это движение видишь а тебе нужно делать вот а ну нужно понять так ты не наклоняешься не на наклоняться держи спин ровно вот чуть-чуть выпрямь да руки вот за счет локтя я уже плечей не чувствую все стать пока мышь просто технику смотри на вадима сделает тут у тебя не болит плечо не бумаги делать но мы потом когда на большой вес подойдем мы будем делать поочередно каждой рукой расскажи пока подписчикам пока дима делает как вообще как каково оно все от химиком быть вот прекрасно да вот игорь вот уже захимичился получается по брови единственное что я понял определенно точно что если бы я сам вот это упоролся то ну типа ошибок могло быть ну типа кучу в этом наша типа прямо на элементарных вещах там какие-то советы типа у нас по сути убрать то добавить там так там так ну по сути она знаешь бах походы тоже часто ребята пишут знаешь в ряд сами вот типа ты занимаешься видением знаешь там по месячному там по четыре месяца погоду типа вот мне вот просто разовую консультацию я вот ребята объясняю что смотри разовая почему не подходит почему не подходит раза потому что дети сейчас дам голый план ну что там написать план блин да да любой шаблон возьми с интернета да но это же тебе не поможет потому что ты начнешь его делать начинаются проблемы там гина там туда-сюда гормоны все и ты с этим сталкиваешь ты знаешь что делать начинаешь тупо это все пить все делать у тебя еще больше проблем в итоге я говорю ребятам что просто разовая консультация она ничем не поможет то есть мы должны на отрезка время мы сдали анализы сделали корректировку давали препарат то поменяли то потому что ну я же не могу ну я не знаю я когда сам курсу да я там создаю анализы смотрю там чего туда-сюда когда хлопец но он не знает что делать он просто поставил и все и он может даже не чувствовать проблемы давай делать наверно вес чуть чуть больше хотя не давали не веская пускает и получается что на отрезке времени как раз возникают какие-то проблемы ты лог эти руки чуть ровнее чуть ровнее да и за счет локтя вот так да вот уже не вот так да стороны смотри в дельтах в плечах вообще мы даже натурально не боимся пережечься аккуратно то есть вот это знаешь до доведения до жжения в принципе дельты это выносливая группа как и икры то есть мы их можем они практически ни у кого никогда не болят вообще а сколько ты не тренируйся чтобы довести реально до более дельты это надо постараться просто поэтому дельты надо реально убивать на большее количество повторов то есть им мало будет там 6 повторов как допустим на присед там не знаю ли на грудь 8 желательно делать побольше так вот да я типа условно там по препаратам в интернете что можно найти почитать типа довести это до ума чтобы она как-то все правильно работала такой информации уже никто знаешь не делится корректно не ну есть куча форумов на что можешь смотреть вот допустим я внести говорят сами типа дай литературу почитать по фарме знаешь нет литературы никакой потому что нету книжек по этому уровню ошибок все методом пробуешь то есть ты пробуешь наступаешь на на проблему наступаешь на грабле туда-сюда начинаешь искать причину общаясь с теми с теми с теми в соединении все воедино получаешь уже свой знаешь ответ как это все работает то есть не так как это пишут потому что пишут 1 а происходит вообще по-другому понимаешь и меня куча проблем было куча по бочек с которыми столкнулся и я уже просто знаешь иaries на работ на работа на работа не вот эти с подопечными тоже по бочки ту же все это в кучу берёшь знаешь это уже понимаешь как будет мне ребята уже спрашивают чего как делать и ты уже сразу четко знаешь на 20 день у тебя провоктин поднимется знаешь от этого препарата туда-сюда ну и как-то ну так получается так давай делай много мало мало работаем ты не хочешь наклониться и наклоняться стороны руки стороны руками пошел давай давай какой сейчас вес большой нормальный есть какой большой вес опять жесть диме не помогаешь дима делай так дима натурально и как это форма направо фарма не работал он более правильно делать чем ты вообще в шоке меняем 5 участника участник сейчас уже неправильно пошел вишен руки поднимать да уже начал поднимать понял за счет делать так это мы сделали три подхода водичку возьму 4 до тяжело очень тяжело я тебе так скажу я когда с духой ты занимался он считает такой знаешь раз два три три потом 44 сколько подходов сделали знаешь мы сделали уже пять духу то сделал еще только три давай возвращаться на на жим сделаем джун давай шестьдесят пять повесим 65 это уже рекорды пошли какие рекорды это на дефиците у нас главное дыхание ну и наверное больше чуть чуть не живешь до водима до того что так как дел ну давай 60 и сделаем так теперь идем делаем спину давай давай отдыхаем погнали мы делали 40 после нас помнишь все как делать до спину прогнул грудь вперед без рывков спины вставил верхней точке не расслабляет пока сильно в отказ не уходим давай давай сразу чтобы не отдыхать пока дима делает ты делай плечи все то же самое без перерыва сразу ну как перерыв уже был сколько мы уже тут за счет локтей вверх вот вот забудь что ты что-то есть и поднимаешь локти вадима сделаешь вадима пока пока делай мы пойдем уже делать грудь ты интенсив пошел так как курит же как сдухоты сейчас вот сейчас за 30 минут сейчас отдохни мы сделали это называется три сет то есть это в принципе натуральная схема ты делаешь три группы мышц подряд по сути у тебя только дыхалка мышцы у тебя знаешь разные работы тут плечи тут спина грудь трицепс то есть тебя все мышцы верхнего плечевого пояса не поработали мы их не не было закисления то есть минимум молочной кислоты то есть когда мы делаем подходы подряд понял один два три четыре у нас накапливается молочная кислота которая блокирует ну которая снижает нам короче говоря силу и накапливает катаболические процессы а нам желательно в данный момент пока пока что дима допустим натурально да ты ты сейчас хоть и не натурально у тебя фарма в принципе еще не включилась плюс ты на дефиците сейчас анаболизма нет анаболизма у нас идет от питания в основном поэтому нам главное сейчас не разрушаться а просто включаться скажем так в работу в курсовую когда будешь готов ложись давай тебе тогда пока не будем повышать вес сделано 560 все нормально ты на дефиците не переживай что ты там плохо зал это плюс-минус это 1000 1200 калорий получается за день ладно все пацаны не любят когда отмазывается давай дима сейчас ты знаешь там не пожаловать не он так это же умышленно как часто то у шредера бывает ой потянул там я там я после я после срачки я после не до сна вчера там фильм плохой посмотрел да похуй пожал не пожал сегодня сегодня такой день ты не можешь быть каждый день сильный то есть твоя задача прийти вот в этот день который есть в данный момент сделать мог до сделать максимум все похуй что ты там жалко дата 60 70 неважно пожмешь еще у меня все самые мои силовые знаешь самые пиковые силовые наступали тогда когда я не хотел идти на тренировку от того что было лень вообще все болит как-то не то знаешь для прихожу у меня самые пиковые силовые а когда я наоборот готовился там предтреником закинулся всего блядь пиздец там помолился лег нихуя вообще не идет тупо знаешь не угадай погнали сделаем скинуты позиция Руки пошли в ход. И еще разочек, и еще разочек, и выдохнул, ты предал себя, понимаешь, ты такой, ты остановился, ну ты, блин, твоя ошибка. Ты пока, пока ты еще борешься, не выдыхай, держи в себе воздух. Не спеши, не спеши в нижней точке, опускай медленно, не роняй штангу. Еще разочек, нормально, мы, кстати, гантели хорошо жмем. Ну, пожмем еще, у нас тренировки не будут сильно повторяться, они будут варьироваться, жим гантелей тоже будем делать, погнали, еще сделаем спину, вот такая прогулочная тренировка. вверх, вперед, локти чуть-чуть, вперед. Сейчас надо вас так поработать. Когда не можешь, сделай половинку. Вверх, мне тут все, помогу. Затем. На трусе шею. Затем. Тут все, тут все. Тут все, тут все, высоте. Давай еще. Давай, давай. ну что ты скажешь это очень я так никогда не тренировался никто так не тренировался как ты вообще чувствуешь по смотри мы будем делать по твоим ощущения у тебя сейчас говорю у тебя спина после тренировки болела чуть-чуть вот туда туда да да вот так не болело то есть мы сейчас делали упор именно на вот эту понял что грудь вообще не болела вообще ну плечи они не болят никогда поэтому давай смотри у тебя просто из-за того что вы часто делали жим у тебя грудь в принципе адаптированы и для нее вот этот объем которым сделал он реально маленький то же самое что мы делали давай мы сделаем еще одно упражнение на грудь и больше ничего трогать не будем максимальная по приемам пищи получается ты уже с пятницы на дефиците до пятницы на пятницу суббота воскресенье сейчас ребятам прикреплю приема пищи который ты делал там получается ты после тренировки делал гречку или рис до снасом ну что номер четко рис курка ну и протеин ты бывает пьешь тоже да и вечером 7-8 протеин и на ночь только курица только курицу голод есть какой-то у тебя уже я вчера уже мечтать начал про гамбургер шоколадочку что-то такого вредного смотри уже понедельник может и раньше закончим голод посмотрим давай на среду тогда сделаем ноги и там еще небольшой сюрприз будет эти не буду говорить тебя обрадовать прям на тренировке тебя обрадовать и посмотрим по крепатуре то есть я буду мониторить шоу тебя как что как болит сильно болит не сильно болит от этого бум отталкиваться то есть наша задача сейчас понять какой тебе нужен объем по наше есть так посмотреть у всех объем тупо разный знаешь кому-то твой объем будет сверх объем а кому-то будет нормально наши мы сейчас ищем этот объем который тебе нужен я же не знаю его тоже поэтому я каждый раз знаешь у меня тренировка немножко менять то больше подходов то мы там меньше отдыхаем и соответственно упражнение лишь мы меняем получается мы я думал мы сделаем у тебя что-то заболело я подумал давай немножко сменим что путя получается просто лишь когда мы делаем жим локти немножко уходит сильно вперед когда мы делаем жим гантели уже нет этого ломающего и мужем может делать и сорвать от чуть лишь побаливает что именно это пока что ну я не могу сказать возможно у тебя там есть какая-то травма которая уже застарела тем болела когда-то плечо общих иногда когда мы занимались крайне редко на какие-то упражнения просто одно плечо левая да ну по-хорошему потом будет время желательно сделать узи посмотреть что узи недорого стоит там до 500 гривен ты сделаешь и ты уже просто будешь знать понимаешь бывает такое что проблема застарелая хроническая не дает о себе знать только в определенном векторе нагрузки и понимаешь ты просто потом будешь делать большой вес а вот и рано или поздно просто стрельны знаешь и все поэтому желательно сделать узи будет посмотреть что и если знаешь если там какой-то что-то легкая ты просто пару укола блокады сделаешь она у тебя пройдет потому что такое все блокады все говорят что это как она работает в мышцах или меда это делается укол непосредственно прямо в сустав надо еще попасть понял врач делает ну желательно врачным ты можешь и сам делать если можешь попасть в сустав чтоб ты попал не в нервное сплетение там где нервы а попал именно в сустав находится есть человек занимается этим он знает четко знаешь что тут мышца тут там допустим нервный пучок а здесь вот сустав он знает что отсюда нужно колоть он делает укол и получается почему блокада почему укол именно почему мы не можем таблетку выбить потому что у нас в суставе в самом там нет значит кровообращение такого поэтому желательно советует когда травма какая-то закачивать знаешь брать резинку и делать какое-то движение когда ты закачиваешь ты туда немножко крови загоняешь понял поэтому говорят что травмировался не сиди дома чуть-чуть закачиваем с легким весом небольшим и ты туда питательные вещества поставляешь а когда мы делаем туда прям укол мы ставим допустим там идет дексаметазон траумель там навокаин что там еще какой-нибудь деклофенак я уже не помню что блокаду там короче смесь понял всех противовоспалительных картикостероидов туда загоняешь и они там просто снимают это твой воспаление которое там и получается в самом суставе это воспаление там развиваются какие-то еще микробы понял какие-то организмы и она у тебя там в хроническом состоянии она не проходит никогда не такая просто проблема была я просто решил знаешь действительно поставил пять уколов и все у меня причем больше не болит никогда и вот действительно значит я думал ждал ждал пока она пройдет я год не мог жать потом второй год думаю уже надо что-то делать знаешь и все решил таким образом поэтому смотри ну а если вы и дальше можно сделать что-нибудь моя задача тебя просто не травмировать поэтому мы как-то знаешь стараемся избегать этого всего говорят что ты короче сильно накачан и походу говорят что саня ты не дрыща взял специально подготовил короче пацана она под повернись еще у тебя прыщи у нас меру есть она чтобы мы тебе просто их не разращивали надо надо будет следить за ними давай талию бери на самом большом месте там люди пузо торчит ну конечно что ты хотел пузо хотел не снимать туда смотри как-то так вот 79 у тебя уже было 80 да нет рт не ты расслабься просто как обычно 79 короче давай грудак по 102 вообще ног нет где их потерял 53 это право это сам большая левая такая же толкать от толчковая рука саженом банки у тебя нормальный мы все не запомпили смотрю тридцать шесть с половиной это левая ну 36 это правая 36 левая 36 с половиной это типа на пампе но мы руки не качали и крыбу мерить а делать будем детс то будем делать давай мире 34 то вот я там еще волос надо их побрить все нормально такой . счета но мы короче уже начали курс но вес пока все равно будет идти в минус задание у нас пока продолжается мы также не едим и давай на следующую тренировку точно так же мы перед тренировкой пару бананов сидим просто чтобы у нас больше сил было чтобы мы потяжелее поработали потом мы наверстаем сюда до среды спасибо